здравствуйте приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим об огурцах есть немало хороших роликов отснятые про огурцы чтобы кормить как кормить ну понятно что эти ролики больше относятся к тем огурцам которые растут в теплице или подвязаны то есть виды роды видно каждое растение это оно кормится ну если у нас огурцы растут по старинке как вот в этом случае они просто высажены они расплелись роды уже слабо роды слабо заметны и вот ну что делать с такими огурцами для того чтобы эти огурцы которые имеют конечно вкус совершенно от тепличных от тепличных огурцов что сделать для того чтобы они нас радовали урожаем и в июле и в августе еще и сентябре ну что необходимо учесть значит ну во первых в июле месяце что на таких огурцах надо сделать надо взять ножнички листики все посрезать почему посрязать эти листики потому что на них могут быть как ну повреждения также на них могут быть и возбудителей болезней находиться на этих листиках срезали листики после этого делаем подкормку конечно если вы знаете что вас рад идет как-то вот где идет рад вы можете просто-напросто подкормить подкормить по раду по раду взяли леечку и пролили определенные удобрения пролили по этим огурцам. Вы их подкормите, но после этого не забывайте располоснуть чистой водичкой. Почему? Потому что все огурцы, это культура такая, которая очень чувствительна к избытку питательных веществ. То есть, если больше концентрация не только что минеральных, даже органических удобрений, огурцы могут просто-напросто погореть, как говорится, просто-напросто погибнуть. Поэтому все удобрения на огурцах даются в малых дозах. Ну, с чем мы будем кормить огурцы? Ну, если вы смотрели ролики, там советуется много разных питательных веществ, но для огурца, что влияет на товарный урожай, на его и на такой урожай, это наличие азота и калия. Потому что азот и калий, значит, портят товарный вид огурцов. Поэтому этих двух элементов для огурцов должно быть в достатке. Вы видели, что если огурец похож на булаву, это недостаток калия для питания огурцов. Если огурец, наоборот, расширенный снизу, а вверх суженный, это недостаток азота. Так вот, бывает холодная погода, бывает слабая заправка почвы и этих питательных элементов не хватает. Поэтому мы будем делать азотно-калийную подкормку. Есть, конечно, много, масса разных способов, как народные средства, ну так и фабричного производства. Из фабричного производства я посоветовал бы сделать, ну что, карбамид или мочевина, столовая ложка, и половина столовой ложки сульфата калия. Сульфат калия добавили, смешали, и вот наши огурчики можно пролить. Нету этих удобрений, не огорчайтесь, делается все гораздо проще. Берем древесную золу. Берем древесную золу, это у нас будет фосфорное калийное удобрение. Пол-литровую банку, заливаем пол-литра, это максимум, это уже 250 грамм, можете 200 грамм стаканом мерить, заливаем кипятком. Залили кипятком, полчаса постояло, туда берем, добавляем столовую ложку мочевины. Добавили мочевины, все это перемешали, отсадили, и можем проливать наши огурцы. Эту же подкормку можно использовать как внекорневую, если у вас роду уже не видно, все замкнулось. Давайте берем, просто заливаем в опрыскиватель и проходим по наших огурчиках. Прошли по наших огурчиках, вот мы уже обеспечили их питанием. Далее, что еще можно сделать? Хлебные корочки. Хлебные корочки, залили теплой водой, они постояли час, разбавили один ктром, и вот этим раствором поливаем точно также наши огурцы. Огурцы очень благодарны за хлебную подкормку. Ну, а из домашних средств, вот калий. Про калий я уже сказал, что это зола. Это одно из таких средств, где много калия содержится в домашних условиях. Следующее, что много калия содержится, это банановые корки. Если вы любите бананы, эту кожицу можно просто залить кипяточком, постояло там час-два, смело используйте, как калийное удобрение. Дальше для калия, что сейчас и довольно часто рекламируется, что самое распространенное у нас постоянно под руками, это картофель. Клубни картофеля содержат ноокалия, поэтому можно использовать как клубни, так и крахмал. Добавка картофельного крахмала, значит, творит чудеса, потому что растения получают ноокалия в доступной форме, причем, и они отзываются хорошим урожаем. Ну понятно, с подкормками мы разобрались. Мы свои огурцы подкормили, то ли по листу, вот вне корневую подкормку дали, то ли полили под корень, есть у нас роды заметные, это не принципиально. Огурцы подкормили, но не забываем, что июль месяц это такое время, когда начинает меняться погода. Днем может быть 25, 28, 30, а ночью температура может упасть до плюс 10, плюс 12 градусов, что не очень хорошо нашим огурцам. На огурцах начинают появляться различные болезни. Так вот, для того, чтобы наши огурцы дольше плодили, мы постараемся эти болезни как бы предохранить наши огурцы. Ну, самое простое из таких химических средств, которые вам очень поможет, это пол чайной ложки борной кислоты и 30 капель йода. Размешали и побрызгали наши огурчики по листве, побрызгали, значит, это уже будет предохранять от болезней. Есть, конечно, и такое доступное средство, как зола. Точно так же, те же 250 грамм золы залили кипяточком, настояли там час, разбавили и побрызгали ваши огурцы. Это поможет. И что же такое, в той, что применяют, очень довольны, потому что огурцы тогда очень долго плодоносят и не болеют, это хвойный настой. Ну, хвойный настой делается гораздо просто. Один килограмм иголок сосны кипятят на огне, закипело, 5-10 минут на медленном огне потомили и потом постояло час-два, после этого разбавляют на половину, один к пяти и обрызгают ваши огурцы. Нету настоя, не хотите вы возиться с ним, берем хвойный экстракт, который продается в аптеках, в хозяйственных магазинах. Взяли хвойный экстракт на 100 грамм, на 10 литров воды, развели и побрызгали ваши огурцы. Это также поможет. Но эффект от всех этих подкормок, от болезней будет гораздо, гораздо выше и ваши огурцы дольше сохранят товарный вид, если возьмете сяную палочку профит. Взяли профит, добавили хвойный экстракт, добавили минеральные удобрения. Он смешивается с минеральными удобрениями совершенно спокойно. Добавили любой другой состав, эффект будет гораздо выше. Ваши огурцы засыпят вас урожаем. У вас не будет желтых листьев, у вас будет хорошие зеленцы, огурцы буквально будут ломиться. Они будут давать квадратные метры не 200 штук, а 290 штук. Так что если вы примените эти советы. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заглядывайте в наши магазины. И вам хороших урожаев огурца. До свидания.